Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Тема критики на моем канале, на каналах других авторов продолжается. Очень многие зрители, на самом деле, проецируют те ситуации, о которых я рассказываю на меня. Но я могу сказать, что это большая зрительская ошибка не только на моем канале, но и на любом другом, проецировать определенные вещи непосредственно на автора. Потому что автор любого канала, тем более достаточно крупного, это человек, который прежде всего живет блогингом. Он становится в определенный момент очень-очень наблюдательным. Либо он выходит на блогинг, будучи очень наблюдательным человеком. Поэтому о каких-то вещах он рассказывает. И, возможно, даже на собственном примере. Но эти собственные примеры, они либо гипертрофированы, как в случае с платьем. Сейчас я снова приведу этот пример с критикой размера платья, которое я купила. Либо эти примеры гипертрофированы, чтобы, в общем-то, себя обсуждать, а не кого-то. Потому что обсуждать за спиной кого-то, это не очень красиво, правда. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Это, кстати, история получила потрясающее развитие. Я была буквально 19-го числа в Паду и проходила у нас семинар по кибербулизму. Очень-очень интересный семинар. И сейчас в Италии идет очень интересная социальная реклама. Она говорит о том, что 59% жертв кибербуллинга – это люди, которые задумывались о том, что сделала в свое время Анна Каренина. Определенные вещи здесь на YouTube произносить нельзя. Соответственно, вот подумайте, какую ответственность вы можете принимать на себя, участвуя в определенных форумах, либо просто оставляя очень-очень жесткие, хлесткие комментарии, возможно, с ненормативной лексикой под теми или иными видео. Итак, тема очень интересная, на мой взгляд. И сложилось все у меня в мозаику и в пазл, потому что, как бы странно это ни было, я вот пошла недавно Егору одежду выбирать. Я, кстати, в мужском-то отделе оказалась мангой. Не столько потому, что я грелась, я могла там на первом этаже погреться, а на втором этаже находится мужской мангой. Я на самом деле пошла туда глянуть, что же там можно купить уже для Егора. Потому что Егор одевается особенным образом, он очень любит узкие и укороченные брюки. Прямо-таки очень укороченные, на мой взгляд. И, как многие итальянцы, даже в холод ездят вот с этими голыми своими щекотками на велосипеде, утверждая, что ему не холодно. И он очень любит объемный верх. Это, как правило, худи, фельба, размера, который даже мне велик. Вот какая-нибудь хорошая эмочка, ему самое то. Рукава висят, прямо-таки уже как платье, это худи. Ну, вот так одеваются. Кстати, недавно была на собрании в школе, я увидела очень много парней, они вот так одеваются. Возможно, это наша какая-то местная мода, не знаю. Это, соответственно, вот первое, что меня сподвигло записать этот комментарий. А второе то, что я все-таки иногда читаю комментарии. Почему иногда? Потому что я много раз говорила, если вы хотите ко мне обратиться, к любому автору, вы должны свои комментарии оставлять не в диалоговой цепочке, даже с самим автором. Я вижу только первый комментарий, который ко мне адресован. Потом комментарии, уведомления о комментариях ко мне не приходят. Не знаю, это специально так сделано, либо это недостаток системы Ютуба. Не могу вам сказать. Если вы хотите задать мне какой-то вопрос, либо высказать свое позитивное мнение, пишите всегда под любым видео, даже не относящимся к теме вашего комментария, но новым комментариям. Таким образом, любой автор, в том числе я вас смогу увидеть, прочитать. Так вот, мне вышло уведомление, я на него кликнула, потому что я не поняла вообще, о чем речь, и увидела очень интересную позицию многих зрителей, которые написали, что если блогер, ну, наверное, я в том числе, выносит себя на публичное пространство, свою жизнь, манеру одеваться, свои покупки и так далее, и так далее, он должен быть готов к критике. И вот здесь я сразу хочу сказать, что я в корне не согласна и совершенно четко различаю мнение, которое отлично от моего Яна, тебе это платье не идет, точка. Да, пожалуйста, пожалуйста, я, может быть, через какие-нибудь два месяца буду сама считать, что это платье мне не идет, и зря я его купила, и, возможно, даже это озвучу. Но есть такие, прямо-таки, комментарии, которые говорят о том, что вот платье ты себе маленькое купила, и одно яблочко в день кушаешь, и муж-то, наверное, тебя хочет бросить и так далее, и так далее. То есть вот некоторые зрители, они настолько глубоко копают, при этом глубоко копают прямо-таки в твоем прошлом, прямо-таки в детстве ищут какие-то ситуации. Многие видео посмотрели о моем конфликте в классе. Видео называется «Школа жизни», я там поставила рекламу через каждую минуту, потому что это видео попало в чат моих одноклассников, и один одноклассник, который, кстати, извинился, он написал мне «Яна, тебя очень-очень обсуждают в этом закрытом чате». Он сказал «Хочешь, дам тебе ссылку?» Я ему сказала «Нет, спасибо, я не хочу все это читать». И когда он мне написал, я переставила рекламные паузы на каждую минуту. Мне кажется, это тот минимум, который позволяет YouTube. Если бы можно было, я бы каждые 50 секунд поставила рекламную паузу, потому что знала, что все равно это видео будут смотреть как минимум 30-60 человек. Соответственно, очень многие зрители прямо-таки глубоко копают, хлестко пишут, и вот это уже на самом деле хамство, это то, что недопустимо. Почему? Почему, как вы думаете? Да просто потому, что здесь выходит уже на некоторую позицию человеческая доброта. Мы все знаем, нельзя притворяться, что какие-то хлесткие комментарии наши, либо чужие в нашу сторону, они ранят. Это, в общем-то, не нуждается в доказательствах. Неважно, насколько толстокожий человек, восприимчивый к критике. В любом случае, наша критика, тем более вот такая хлесткая, с какими-то переводами на личность, это то, что может доставлять, ну уж как минимум, неприятные моменты тому человеку, которому эта критика адресована. В данном случае блогеру и в данном случае мне. Соответственно, я могу вам сказать, что то, что я выставляю себя в публичном пространстве, либо любой другой автор, совершенно не дает никому права не просто критиковать меня, точнее, не просто писать мне какие-то уничижающие комментарии, но и тем более критиковать по той простой причине, что это вопрос доброго отношения друг к другу. И здесь я могу вам совершенно точно сказать, очень многие зрители много раз тоже об этом писали под какими-то видео, например, видео, где я говорила, почему нас узнают за границей, что русскоязычный ютуб, вот, наверное, это самый злословный ютуб, вот, более хлестких комментариев, переходящих на личности, потом задевающих твою семью, мужа, детей, родителей, вот, наверное, более такого ютуба, в одном из комментариях я даже написала более зловонного ютуба, вот, на самом деле, как русскоязычный найти еще нужно постараться. Да, я могу предположить, а я человек, который может смотреть на французском, я понимаю французский, я понимаю испанский, понимаю итальянский, понимаю английский языки. Да, я могу предположить, что блогеры, которых я смотрю, они удаляют какие-то плохие комментарии, но могу вам сказать, как автор 100-тысячного практически канала, что сделать это, ну, очень трудоемко. В общем-то, ты не будешь удалять чьи бы то ни было комментарии, потому что на это у тебя просто нет времени, и ты не хочешь в определенный момент этим заниматься. У меня вообще есть правило. Если я примерно на 20 комментариев, где мне был задан вопрос, где мои мнения интересуются, ответила, если я примерно 20 человекам написала, не поленилась, у меня было время, написала спасибо за то, что они что-то мне хорошее сказали, вот только в таком случае я могу подискутировать с каким-нибудь негативщиком. Но по своему опыту могу сказать, что, в общем-то, оно того не стоит. Так вот, могу вам, дорогие зрители, сказать, что это вопрос доброго отношения друг к другу. И в России это большая проблема. Хотим мы или нет, в России это, к сожалению, так. Мы не по-доброму относимся друг к другу. Очень многие приходят и переосмысливают свое отношение к другим людям, к каким-нибудь 40-50 годам. Да, слава Богу, это случается. Но в целом, в целом, то, что касается, в общем-то, поколений, поколений у нас не воспитывается вот это гуманное отношение к другому человеку. И именно в силу вот этого гуманизма, гуманности, гуманности, наверное, я ничего не путаю, я бы никогда не позволила себе, никогда не позволяю себе оставлять плохие комментарии. В мою голову это даже не придет, потому что я знаю, что мое мнение, во-первых, оно субъективно, но, во-вторых, оно может просто-напросто, уж если даже не ранить, доставить неприятные моменты человеку. А я на себя такую ответственность брать не хочу. Так вот, начала-то я, дорогие зрители, с Егора. Очень часто, очень часто, как мне кажется, те зрители, которые проходятся по мне, по другим авторам, которые позволяют себе вот такое некое зловонье, словесное в комментариях, я думаю, что у этих зрителей большие проблемы в отношении со своими собственными детьми. А если детей еще нет, либо дети очень-очень маленькие, то эти проблемы могут возникнуть. Потому что Егор одевается таким образом, что, в общем-то, меня это не устраивает. Я не считаю, что это ему идет, я не считаю, что это вообще красиво. Я бы не посоветовала так одеваться никому, ни ему, ни его друзьям. Но, тем не менее, я ему не говорю ни слова. А могла бы. Я его мать, я его родила, я вообще могу делать все, что хочу со своим ребенком, правда? Говорить ему все, что хочу, я уж тоже точно могу. Но дело также и в том, что живет он, в общем-то, в моем доме, одевается на мои денежки, поэтому я уж могу критиковать его, как только хочу. Но я этого не делаю. Потому что я очень-очень люблю своего ребенка. Я знаю, что моя критика не пойдет ему в пользу, потому что ему 14 лет, и, соответственно, чтобы я не говорила сейчас, он должен иметь вот эту некую свободу, даже мнимую. Потому что, безусловно, свобода подростка, она мнимая в том, что касается восприятия этой свободы обществом, и, безусловно, абсолютно точная, естественная и правдоподобная в том, что касается восприятия самого подростка. Так вот, я могу сказать, что мое мнение, которое я тем более буду высказывать вот так, как будто бы походя, как будто бы, ну, как ты опять оделся, да что это такое, так что ты одеваешься, да куда ты деньги тратишь, да зачем у тебя столько много красивой одежды, я бы могла вот таким образом критиковать. Но я этого не делаю. Даже не столько потому, что это мало что может изменить, а даже если это изменит, то, в общем-то, это очень сильно переломит характер некоторому ребенку. И я думаю, что Егор к таким детям относится, у него очень, очень сенсибельный, то есть он очень чувствительный ребенок. Соответственно, он может поменять свою манеру одеваться, только вот потому, что его мать, его мать постоянно дома критикует. Но я этого не делаю по другой причине. Потому что я знаю, что здесь и сейчас критика с моей стороны. Для моего ребенка может быть очень и очень болезненно. Я его люблю, и поэтому я его не критикую. Я хочу, чтобы ему было комфортно рядом со мной. Я хочу, чтобы когда он открывает дверь, одетый в эти коротковатые узкие джинсы, в эту безразмерную фейпу, худи, свитшот, все что угодно это может быть, я хочу, чтобы он не боялся эту дверь открывать, что он не встретит снова мой недовольный взгляд, и уж тем более мой недовольный комментарий. Поэтому, дорогие зрители, если вы позволяете себе такую эмоциональную распущенность в отношении людей, которых вы не знаете, возможно, вам стоит начать с самодисциплины здесь и сейчас на Ютубе. Каждый раз, когда хочется написать какую-нибудь неприятную вещь, возможно, стоит сдержаться. Потому что вот подобная самодисциплина, возможно, приведет вас к тому, что либо улучшатся ваши отношения с вашими собственными детьми, либо проблем в отношениях с вашими собственными детьми, благодаря вот вашей такой эмоциональной распущенности, любви покритиковать, высказать свое свободное время, свое свободное мнение, на которое, конечно же, вы имеете право, как и любой человек. Возможно, просто эти проблемы никогда не возникнут. В этой жизни мы часто принимаем ответственность за наши собственные поступки, за наши собственные слова в том числе. И я желаю, чтобы в итоге эта ответственность никому не была, точнее, ни для кого не была, слишком тяжелой. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.